До конца августа жители и гости республики смогут познакомиться с фольклором народов России, а также узнать о мифологических существах и изучить иллюстрации к сказкам в рамках передвижной выставки, которая открылась в Национальной галерее. О том, какие еще культурные события ожидают кишкаролинцев в ближайшее время, смотрите в афише. Мифы хантов и манси, мордовские народные сказки, морийский этнос. Все это можно увидеть на новой выставке, посвященной сказочным мотивам в произведениях искусства. Экспозиция расскажет о персонажах народного фольклора, населяющих нашу необъятную страну. Гостей познакомят не только сюжетами самих сказок, но и покажут яркие иллюстрации. Также все желающие смогут сфотографироваться с героем русских сказок Витязем. Мы представляем передвижной выставочный проект «Сказочные мотивы в произведениях искусства». Идея его создания возникла не случайно, ведь все представительства русского музея располагаются в регионах, населяемых разнообразными этносами. Каждый из них самобытен, сохраняет свои традиции, культуру и язык. Таким образом, посетители могут погрузиться в мир народного творчества и познакомиться с новыми яркими персонажами. Выставку можно увидеть до 28 августа. После она отправится в тур по городам России и вернется домой, в Русский музей Санкт-Петербурга. К другим событиям. 13 августа в 15.00 Театр оперы и балета представит под открытым небом оперу «Акпатр» по одноименной драме классика марийской литературы Сергея Чивайна. Насладиться уникальной постановкой можно будет в естественных декорациях в туристическом комплексе Килимарского района «Раздолье». Мероприятие пройдет в рамках фольклорно-этнографического фестиваля «Земля предков». Что очень важно, мы на Арденской земле Килимарского района проводили два мероприятия. Мы проводили мероприятие «Земля предков» и отдельно проводили оперу «Акпатр». В этом году мы приняли решение объединить два этих события. Мне кажется, получается очень интересно. В 12.00 мы открываем большой народный праздник и переходим к празднику искусства в 15.00 в деревне Алешкино оперы «Акпатр», которая уже традиционно показывается именно там, в Раздоле, в деревне Алешкино, потому что лучшей локации мы найти не можем. И хочу обратить внимание, даже в театре мы этот спектакль практически не показываем, потому что невозможно дотянуться от того эффекта. 17.00 августа уже на домашней сцене театра оперы и балета состоится гала-концерт, где выступят ведущие творческие коллективы и артисты Беларуси. В программе – национальный академический народный хор, государственный ансамбль танца, заслуженные артисты и многое другое. Мероприятие начнется в 6 часов вечера. Детям в эти выходные тоже не придется скучать. В субботу в 11 часов театр «Кукол» покажет спектакль «Где обедал воробей». Режиссеры объединили два стихотворения Маршака и поведали историю о взрослении ребенка через призму маленького воробья. А в воскресенье зрители помладше смогут лично познакомиться с добрым доктором Айболитом. Актеры начнут представление в 11 часов. Летние концерты уже традиция. 13 числа в 16.00 в Парке культуры и отдыха южкоролинцы смогут потанцевать под духовой оркестр. А вечером в 8 часов пройдет фестиваль уличного кино. В Южкороле продолжается марийское лето. В эти выходные фестиваль вновь начнет радовать посетителей своей программой, которую можно узнать на сайте Министерства культуры ближе к выходным. Если погода не помешает, набережная Бульвар Чивайна, Центральный парк и площадь Девы Марии преобразятся и подарят гостям незабываемые впечатления. До 15 августа каждый желающий может посетить выставку графических работ. Автор зафиксировал самые значимые приметы времени. К примеру, на стенах Национальной библиотеки имени Чивайна можно увидеть нежные улыбки девушек и серьезные лица женщин, в чьих обликах улавливается нечто особенное. А до воскресенья южкоролинцы смогут узнать, зачем Петр I привязывал к ногам солому и как правильно было писать отчество Ленина. Об этом и многом другом посетителям расскажут в Республиканском музее изобразительных искусств.